Трехсторонние переговоры по газу завершились в Брюсселе. О чем договорились Украина, Россия и Евросоюз? Об этом не только. Далее в выпуске в студии Татьяна Резвин. Условия нового контракта о транзите газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему обсудили в Брюсселе. Четвертый этап трехсторонних переговоров завершился в Еврокомиссии. Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Мара Шевчевич также встретился отдельно с представителями России и Украины. В Европейской комиссии работает наша корреспондентка Юлия Крючкова. Юля, какие вопросы обсудили и о чем удалось договориться? Здравствуй, Татьяна. Основным вопросом, который сегодня обсуждался и на двусторонней встрече Украина-ЕС, и на трехсторонней встрече, стало приведение украинского законодательства к европейским нормам, а именно создание новой компании, которая будет заниматься исключительно транзитом газа и использованием украинской газотранспортной системы. Именно этот вопрос является одним из самых сложных, так как этот процесс находится на данный момент еще в процессе, он не закончен. И кроме этого, из результатов, которые сегодня удалось достичь, это была принята новая концепция, дополненная от представителей Еврокомиссии, в которой Европа очертила то, и как должен, по их мнению, выглядеть этот контракт, и то, как именно во всех деталях он должен быть подписан, когда указаны все сроки, однако эти сроки пока не называются. Европейские предложения основываются на десятилетнем контракте, а также на объемах 60 миллиардов кубов. Это стабильный объем и 30 миллиардов кубов. Это объемы запаса для транспортировки газа газотранспортной системой. Мы уже подписываем наш транспортный договор согласно европейскому законодательству, так как мы движемся по пути изменений украинского законодательства, и, соответственно, они будут уже подписаны согласно европейскому законодательству. Россия при этом выдвигает новые требования для подписания контракта на транзит газа через Украину. В частности, они требуют остановить или переделать, по их мнению, как это нужно, судебные процессы в арбитражных судах между «Газпромом» и «Нафтогазом», которые проходят сейчас по миру. И кроме этого, у России есть отдельное предложение для того, чтобы не подписывать новый долгосрочный контракт. Они все еще пытаются убедить Украину продолжить контракт, который действовал до этого 10 лет, еще на один год, но для Украины это невыгодно. И представитель Еврокомиссии в этих переговорах Мара Шевчевич сказал о том, что эти переговоры на самом деле, по его мнению, не были столь эффективными. Давайте послушаем, почему. «Параметры, которые я представил со стороны Европейского Союза, были приемлемы для украинских партнеров. К сожалению, после длительных дискуссий и взаимных объяснений оказалось, что российская сторона не готова выполнить все эти условия. В результате по длительности контракта объемов и тарифов договоренности достичь не удалось. И все-таки я надеюсь, что на предстоящих встречах удастся прийти к конструктивной дискуссии и вынести решение». Украинская сторона заявляет, что они готовы идти на уступки и также ускорить процесс отделения оператора газотранспортной системы от компании «Нафтогаз». И уже готовы после 11 ноября провести следующий, пятый этап переговоров о транзите газа в Евросоюз. Передаю слово тебе, коллега. Спасибо, коллега Юлия Крючкова с Брюсселя о результатах переговоров трехсторонней группы по транзиту российского газа в Европу через Украину. Про украинскому активисту Олегу Приходько предъявило обвинение ФСБ в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Радио Свободы, ссылаясь на его адвоката Назима Шейхмамбетова. Приходько предъявили обвинение в подготовке теракта, а также изготовлении взрывчатых веществ. Кроме того, следствие назначило ряд экспертиз, среди них психиатрическая и взрывотехническая. Олега Приходько задержали в Крыму 10 октября. Окупационный суд арестовал украинского активиста на два месяца до 10 декабря. Российского боевика задержала контрразведка службы безопасности Украины. Об этом сообщает официальный сайт СБУ. Задержанный скрывался на подконтрольной Украине территории у родственников в Луганской области. К незаконным вооруженным формированиям он присоединился в 2015 году ради денег. После обучения его зачислили в ряды боевиков гаубично-артиллерийский дивизион. Тогда он обстреливал позиции украинских военнослужащих и жилых кварталов города Счастья Луганской области. На подконтрольную Украине территорию сбежал якобы из-за плохой зарплаты. Боевику грозит 15 лет тюрьмы. Пять раз с начала дня российские оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Сразу после полуночи боевики били по украинским позициям утром Невова с различных гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в Министерстве обороны Украины. Также оккупанты открыли пулеметный огонь по Золотому-4, это место планируемого разведения сил, и вблизи поселка Невельское. А возле города Попасное вели огонь со стрелкового оружия. Потерь в рядах украинских защитников нет. На побывку домой после семи месяцев, проведенных в зоне боевых действий на Донбассе, вернулась 53-я отдельная механизированная бригада в Черкасское. Ротация совпала с пятой годовщиной создания воинской части в Черкасском, где расположен палаточный городок военных. Прошло торжественное построение. О своих планах на отдыхе военные рассказали корреспондентке ЮЭй-ТВ Наталье Гусак. У военных 53-й отдельной механизированной бригады двойной праздник. Выход на ротацию из зоны боевых действий на Донбассе и пять лет со дня создания воинской части. Равняйсь. Смирно. Какое подразделение? Реактивный дивизион. При формировании бригады осенью 2014-го в ней было всего шесть профессиональных офицеров из разных частей. Остальные военнослужащие – мобилизованные. Потихоньку бригада обрастает, имеет свой боевой путь, свои боевые традиции. Воевала в таких горячих точках, как Авдеевка. Неплохо себя зарекомендовала во время проведения боевых действий. Бригада принимала участие как в боях в Донецкой, так и в Луганской областях. Семь месяцев держали позиции возле оккупированной Горловки. За это время из-за обстрелов российских наемников погибли семеро бойцов. Их память почтили минутой молчания. За здоровье остальных военные капелланы прочитали молитву. Командиры лучшим вручили награды – ордена, медали, воинские звания. На ротацию военные вышли вместе с техникой. Это зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Это зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и старая как мир, но не менее надежная ЗУ-232. Гроза беспилотников. Не раз она показывала себя в боевых условиях. После боев на Донбассе технику восстановят и отремонтируют. Нам еще на этой технике необходимо провести индивидуальную подготовку и провести бригадные тактические учения с боевой стрельбой и без боевой стрельбы. Фактически это наш план восстановления. После торжественного построения у военных долгожданный выходной. Будем восстанавливаться и отдыхать. И дальше будем воевать. У бригады стационарных казарм пока нет. Живут в палаточном городке, но военные не жалуются, готовятся к зиме. Запасаемся дровами. Теплая одежда у нас есть, теплое мундирование есть, буржуйки есть, палатки новые у нас. Я думаю, зиму перенесем хорошо. Командир бригады рассказывает, в ближайшее время для военнослужащих начнут реализацию нового проекта по принципу американской базы с госпиталем, вертолетной площадкой, жильем для военных и всем необходимым для их семей. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепропетровская область, ЮЭй-ТВ. Снежных барсов готовится разводить в Украине. Самец по кличке Тикси приехал из Франции в Николаевский зоопарк. Месяц он будет на карантине, а затем его познакомят с невестой Таши, которая уже несколько лет живет в Николаевском зверинце. Работники зоопарка надеются, что животные познакомятся и понравятся друг другу ближе к февралю. Если у пары все получится, их потомство передадут другим зоопаркам. Пара Ирбисов, Тикси и Таши – единственные представители снежных барсов в Украине. Самец из Франции, молодой, энергичный, красивый, битоный такой. Положили ему порцию, дневную норму, 3 килограмма мяса в день ему положено. Положили еще курочку ему, сердечко свиное положили. Он все это за ночь съел. Наша самка уже ранее размножалась, и у нее были детеныши. Так что мы с большей вероятностью уверены, что потомство у нас будет в наших барсах. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.UA. Пока это все новости, но менее чем через два часа мы к вам вернемся с новостями на русском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова